Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Это духовное управление исламского университета будет отвечать в понятие традиционного ислама или понятие развития и духовности своей организации сам. Я здесь в данном случае более правильно меня представил как Муштам Нургалеев и только потом преподаватель исламского университета. Все. Вы очень точно описали самые дальние возможные границы определения традиционного ислама. Это именно такой широкий разброс понимания традиционного ислама. Ну прежде чем понять, что такое традиционный ислам, наверное, нужно понять, что такое традиция. И традиция, насколько я понимаю, для мусульманина, она в первую очередь это традиция нашего пророка Мухаммада, Сырлова Абвалия Саляма, а потом все то, что он нас научил. А он нас научил также учитывать традицию своих сахабов. Мы знаем эти изречения. То есть мои сахабы, мои сподвижники, как звезды. В другом изречении пророк нам намекнул и говорил о благостности его поколения, а потом уменьшение благостности следующих поколений, то есть сахабов, табийных и так далее. Тем самым задав, скажем, некий такой парабулу падающую о благостности, нравственности мусульман. То есть он же сказал, хайру, хроникарнифу, малярина и рунаху, малярина и рунаху. То есть лучший век – это мой век, потом за ним и за ним и за ним. То есть если логически попытаться осознать эти источники, мы понимаем, чем глубже, ближе к пророку, тем чище понимание традиции именно в количественном смысле. То есть сам пророк может сформировать одну традицию, и этого достаточно. Группа сахабов может сформировать еще одну традицию, и это нормально. Огромное количество табиинов и последующих ученых формируют, понимаете, да, то есть силу формирования традиций. И вот, ну, например, мы чисто гипотетически доходим до века нашего современных дней, доходим, ну, если это удобно или комфортно, до республики Патарстан, да, и уже ни один, ни трое, ни сто, ни тысячи, а целый народ, да, целая национальность, татары, мусульмане тоже формируют традицию. Вот насколько они ее глобально формируют, настолько она и входит. Почему? Какое право имеют татары, импуши, чеченцы или еще кто-либо формировать традицию? Мы говорим сейчас о исламской традиции. Они имеют право формировать ее на основании следующих правил шариата. Мы знаем, есть такая наука, правила шариата. Это даже, прямо скажем, это не правила шариата, это дух шариата, да, потому что, когда мы говорим правила, это, в этом мы подразумеваем, что из этого правила всегда выходит однозначный вывод. А когда мы говорим дух шариата, то мы говорим, как правило, такие выводы приходят из этого, да? Вот сразу конкретизируем. Так вот, в правиле шариата, как некие описания духа шариата, есть такое заключение о том, что ада, обычаи, альберт Камак выносит хук, выносит богословское решение. То есть, богословы утвердили, что если есть какое-то обычае, оно вправе иметь место в шариате и вправе считаться частью любви. Я могу уточнить? Да, конечно. В данном случае речь идет о любом отдате или только обидите? Подождите, подождите. Это замечательное уточнение, я еще не договорил. То есть, оно вправе устанавливать традицию, вправе устанавливать традицию за исключением тех областей или тех норм, которые прямо противоречат непоколебимым, однозначным источникам шариата. Что такое непоколебимый и однозначный? То есть, непоколебимый, ну, я уж так, скажем так, называю непоколебимым, то есть, тот, у которого утвержденность и закрепление в качестве достоверности неопривержимым. Ну, например, хадис муталат. Или даже некоторые богословы туда включают хадисы мошкур, то есть популярные хадисы. Однозначный, то есть он настолько очевидный, настолько точный, как, например, один из аятов, который говорит халидин фи ха абада. То есть, если посчитать с арабского иска, сколько, сколько раз Всевышний упоминает о вечности в аду. Халидин, вечный, фи ха абаду. Вечно в аду абада, навсегда. То есть, раз Всевышний использует несколько усилений, постоянства, нахождения в аду, значит, мы говорим, этот аят какой? Однозначный. И он не терпит кривотолков, он не терпит другого понимания. Конечно же, есть другие понимания. Как, например, Всевышний говорит, «Ва харвам риба, и запретил Всевышний риба». Насколько однозначный этот аят? Ровно настолько, насколько ты понимаешь риба. Ровно настолько, насколько богослов понимает понятие риба. Потому что аят, как непровержимый довод, мутавата, не объясняет его. Именно поэтому мы видим уникальное разночтение среди богослов относительно расставщичества в исламе. То есть, то, чем сейчас используется исламский мир, он пользуется исключительно ханафитской федрой. Шефииты, малетиты, ханболиты очень плохо понимают понимание расставщичества. Настолько, что если бы мы сейчас жили у них в ветви, то мусульмане бы спокойно занимались расставщичеством. Потому что, например, один из них считает, что расставщичество засчитывается только в продуктах питания. Вы представляете? То есть, если мы с вами делаем расставщичество, если это не касается продуктов питания, то греха нет. Откуда такое разное понимание? Да потому что в вояде нет четкой конкретики понятия льва, правильно? И именно вот этот обычай, этот тустое общество, которое повлияло на богословок, когда он формировал свой чтехат, вывел такую норму. Приходит имам Абухабифа, и как имам, и как бизнесмен, если вы хотите, того времени, да? Единственный, кстати, бизнесмен, мы читаем, того времени. Он-то понимает эту проблему изнутри, и как раз-таки окруженный обычаями и устоями общества настолько, что количество товаров, методы обмена обогащают его, и он выходит в критерии льва, такое же актуально у сей день. Значит, я немного назад еще вернусь и продолжу утверждение. Значит, что такое традиция? Традиция непоколебимая, та, которая передана нам, да? Однозначными, закрепленными, то есть несомнительными, однозначными источниками ислама, урансума. Если вдруг мы имеем, если вдруг мы имеем традицию, которая неоднозначно или не закреплена на такой высоте довода хадиса, как популярные хадисы, муталатар хадисы, например, она передана нам одним хадисом, одной цепочкой передачи. И против этого понимания стоит традиция исключительно ханафитов, этого у других нет, ставят традицию и обычаи и народа сильнее хадисов. Такого примера никогда не было ни у кого, только у ханафитов, и именно за это ханафитов всегда и угаривают. За это их обвиняли в том, что они отрицают хадисы. За это их обвиняли в том, что они плохо знают хадисы, например. Но это куция, недалекое мнение. Тот, кто не считал ханафитские книги, только такое может сделать заключение. Вы очень правильно заметили. Я вот все-таки забуду, не забуду, я попробую. Возьму, скажем так, из вашего вступления все-таки этот тезис и еще раз его озвучу. Ислам вот настолько разный, что он либо... То есть, исламские нормы и ответы, они как есть для высокоинтеллектуальных людей, да, так и для обычного народа. Поэтому ответы часто бывают разные. Ответы часто бывают разные. Есть ответ, который может принять и понять высокоинтеллектуальный человек, и ответ, который не может понять высокоинтеллектуальный человек, и для него он прост. Ему нужно простое, прямолинейное, несложное объяснение нормы славы. Ну, давайте вернемся, чтобы не быть голословным. Как все-таки, например, встречаются хадисы, да, и сталкиваются с некой традицией общества, да. Ну, например, в торговых отношениях, ну, они очень понятны, потому что торговые отношения, есть такая традиция, как закрепленное право выбора на товар. То есть, богословы сказали, на основе, основываясь, находись, пророк сказал, если был среди сахамов сподвижников, вот настолько чистый, настолько доверчивый, настолько добрый сподвижник, что всегда все, что ему говорили, он верил и покупал. Ну, как, например, сейчас же есть такие люди, да, ему говорят, вот возьми эта бутылка, она очень полезная, вода очень вкусная. И все для него, это главные эпитеты, термины, для этой воды, и он уже не может пройти мимо нее, он обязательно покупает. И так каждый раз он покупал, и покупал, и покупал, и тем самым страдал он, и его близкие, потому что он был слишком доверчив. Тогда пророк Лейсерамус подошел и дал хороший совет. прежде чем что-то купить, подойди и скажи, я покупаю, но имею право выбора на продолжение или отмены сделки три дня. То есть, ну, я, наверное, не самый лучший пример, вот я возьму телефон, да, все-таки вода это то, что потом, ну, это мы выбили. Да, выбил все. Телефон. Я покупаю, мы право выбора имеем три дня. Если три дня пройдет, я не вернусь, значит, я к ним доволен. Если три дня, в течение трех дней я вернусь, не верну, безоговорочно возвращаюсь в день, я тебе товар. То есть, для чего это делалось? Для того, чтобы его защитить от рынка. Он возвращается домой, грубо говоря, мы обрисуем ситуацию, возвращается к жене и говорит, жена, смотрю, у меня телефон. Она говорит, да, подожди, здесь мегапикселей мало, здесь того мало, этого мало. И цена очень-то не совсем разумная для такой модели телефона. Иди-ка, ты верни его. И он спокойно, без проблем, идет и возвращает этот талант. Замечательный инструмент? Замечательный. Но проблема в том, что когда пророк обозначил этот инструмент, он сказал, сколько право выбора? Сколько дней? Три дня. Правильно? Три дня. Три дня. Какой вывод сделали буквалисты? А мы, нужно было с самого начала сказать, что все-таки исламские, богословы делятся на буквалистов и интерпретаторов. Буквалисты четко сказали три дня, а так три дня. И только интерпретаторы в лице Ханафирского Москва сказали три дня. Но если нужно, больше. Сейчас у нас сколько дней на такой товар? У нас российское законодательство четко определяет, что есть право выбора возврата товара за исключением средств личной гигиены и продуктов питания 14 дней. Есть такое? Существо. Там тоже есть ограничения, есть высокотехнологичные товары. Да, 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 конечно. Я говорю, но эта традиция заложена российским законодательством? Даже по Ханафирскому Москаву? Нет. В том-то и дело, что это не Ханафирский Москаву. Потому что тот, кто знает Ханафирский Москаву, а я здесь смотрю, здесь оказывается некоторые студенты мои есть, они не дадут соврать. По Ханафирскому Москаву сколько дней можно? Плохие, господи. Три дня можно. Представляете? По Ханафирскому Москаву больше третий дней нельзя. Но Ханафирский Москав при этом говорит, если традиции общества популярны и распространены, они сильнее даже источника. И сейчас я как хазраб, преподаватель, учу студентов, имеете право выбора 14 дней. А они мне в ответ хазраб, как так 14 дней? Ведь ханафирский Москав говорит три. Все богословы говорят три дня. Я говорю, есть традиция, закрепленная российским законодательством, которая настолько популярна и сильна, и противоречит не всего один хадис аль-ахад. Смотрите, на одном маленьком примере мы понимаем, что оказывается не просто пророческая традиция, что оказывается обычаи и устои общества тоже могут побеждать. И настолько могут побеждать. Я вам сейчас приведу вообще страшную вещь, если вы хотите. Вот это вообще такое, знаете, лайн-режим, пример. Здесь сложные, страшные примеры. Давайте пожёстче. А, пожёстче. Ну, хорошо, да? Ну, я просто не договорился, что такое традиция, да? Или сначала договориться, а потом пожёшь. В любом году, как раз, я боюсь, как бы цепочку. Ну, вот, я думаю, в принципе, вкратце, я уже попытался объяснить, что такое традиционный ислам. И, конечно же, я вот несколько, не совсем научно, но несколько лозунгами попытаюсь закрепить своё видение традиционным исламом, и он, да, разным. И он настолько разный, что есть понятие, есть определённые наслоения. Я мусульманин. Ах-ю-сунна-валь-джаман. То есть, придерживаюсь Корана и достоверной сунны. Я придерживаюсь ханафитской традиции. То есть, я ханафит, себя определяю ханафит. Да? Некрасивый, конечно, личный пример, но всё-таки. Я ханафит. Дальше, я ханафит татарин. Меня спросят, а зачем, какая разница быть ханафитом, татарином или другим человеком. Это простая разница, что если я ханафит турок, то я камины не ем. Понимаете? Система сертификации халяль в Турции не сертифицируют камины. Потому что традиция турок какая? Камины не есть. А наша традиция какая? Камины вполне нормальные себе халяльные вещи. Значит, получается, я еще ханафит, да еще и татарин? Конечно. Я будучи студентом, помню надо мной, один в год и он все смеялся постоянно. Ну, мы это иногда от урока отвлекались и смотрели спортивные каналы. И он всегда смеялся, переключи, переключи, говорит. Я говорю, почему я хочу спорт посмотреть? Скачки там, хони. Он говорит, тебе нельзя харам. как харам? Он говорит, рамадан месяц. Я спорт смотрю, а ты еду. Ну, такие шутки у нас были. Я тогда задумался, я говорю, как так? Мы ханафиты, смотрим один и тот же канал, и действительно степень важности разная. Понимаете? Если я приезжаю в Марокко, прихожу на пляж, я был уже несколько раз в Марокко, замечательная страна, я просто ее так люблю, потому что она традиционная малекитская страна. И вот этот малекитский москап, он прям дистрит везде. Прихожу на пляж, малекиты все, вы понимаете, что такое малекитский пляж, да? Короткий шок. Да там. Шок и вышок. Давайте я дословно переведу мнение имама Малика, интерпретированного его учениками. Должно быть закрыто два с равных места. То есть это даже и не шортики, вы понимаете, да? Два с равных места, это то, чем человек справляет нужду. Я уж извиняюсь, вы же хотели пожестче. И вот придя на, скажем так, в рабах на пляж, есть вероятность, что вы найдете нормальный кусок ман, они могут носить бороду, потом они одевают что-то, и тут оно разно. При этом выглядит так, ну, неприемлемо даже для нас, да? Нормально, это малекиты, там малекиты, марокканцы, здесь канофиты-турки, здесь канофиты-татары. Далее. Значит, получается, все-таки есть определенные наслоения. Я его отрицать не буду, эти наслоения есть. Например, насколько ценно и благостно сейчас это очень, я очень, очень обещаю, что сейчас это становится неким маркером экстремизма и неэкстремизма. Это очень печально, что сейчас традицию используют в качестве некой, знаете, маркетной системы. Кто поддерживает татарскую традицию, то есть, тот нормальный мусульманин. Кто ее не поддерживает или критикует, тот экстремист. Это не совсем разумно, но, к сожалению, ситуация сложилась так, что сейчас неглубокие умом люди, да, для общей массы, как в 90-х годах, как определяли плохой, хороший мусульманин? Подлинные штаны. Как определяли? Тот, кто носит нижнее белье и не носит нижнее белье. Они подходили и спрашивали, нижнее белье носишь, не ношу, штаны короткие, все экстремист. Я не знаю, как это назвать. Сейчас это несколько переродилось, да, сейчас оказывается, хазраты, исламских университетов могут иметь длинную бороду, да, говорить о традиционном исламе, мы пошли дальше. Ты хочешь на 3,740 дней? Ты признаешь 3,740 дней? Если признаешь, значит, ты что? Нормально. Традиционные мусульмане. В России это хорошие мусульмане. А если ты отрицаешь это, не просто не хочешь, а отрицаешь, тогда что? Выходить. Я буквально неделю назад вернулся из Махачковы. Была замечательная конференция, мы общались с Советом Гулемов, с заместителем муфтия хазрата Ахмад Хаджи и случайно взлетели тему традиции. Я был настолько шокирован, я вам просто в качестве примера. Я говорю, а как вот насчет традиций? Он говорит, мы воюем с ними. Я говорю, как? Он говорит, если традиция вредна, мы ее удаляем. Я говорю, а есть прецеденты? Он говорит, да, есть. Я говорю, какие? Он говорит, мы отменили 3,740 дней. Для меня это был шок. Представляете, Духовное управление Дагестана в лице муфтия хазрата официально отменило 3,740 дней. Вот на этой радостной. Подождите, подождите. Я привелся на коротку дым. Я на самом деле дал вам высказаться на много дольше. Вы мне позвольте 30 секунд. Я прошу. 30 секунд. То есть, получается, я пытаюсь анализировать, спрашиваю его, а почему так сделали? И он мне глубоко-глубоко объясняет, что действительно от этого муфти хазрат поддерживает эту традицию много лет, пришел к выводу, это с его слов, может быть, это не так, слов заместителя муфти, что он пришел к выводу, что эта традиция действительно вредна для родственников умершего, потому что очень много тратится на стол, очень много тратится на приглашение гостей, а он в беде и горе, да еще и в бедноте, да еще и лезет в долг ради этой традиции. Конечно, когда мы видим, они сказали, когда мы видим, что эта традиция является вредной, то тогда мы ее отменяем. Я возвращаюсь к Сибирь, в Татарстан, секунду беру дыхание, думаю, мы не будем отменять. А знаете почему? Потому что у нас никогда так столы не накрывают, как накрывают в Дагестане. У нас никогда нет таких финансовых затрат, как бывает в Дагестане. Но у нас это единственное место, куда можно без приглашения по определению увидеть своих родственников, извиняюсь за выражение, иногда ведущих далеко неправильный образ жизни, как магнитом их на 3-7-40 дней дождаться, накрыть им далеко не богатый стол, и это нормальным татар считается, правильно? И рассказать об исламе. Я делаю вывод, вот традиционный Мухтидагестан отменяет, объясню почему. Мы в Татарстане не отменяем, могу объяснить почему. Вот теперь можно... Большое спасибо. Я не буду задавать вопрос, или почти не буду, но я позволю себе несколько полемических реплик с вашего позволения. Ну, во-первых, в какой-то степени подтвердилось мое предположение, что по традиции подразумевается в первую очередь судно. И дальше прозвучало следующее. чем ближе к пророку, тем благостнее, тем правильнее. В общем, концепция Ассалах Ассалих. При этом мы знаем, что ислам аргументирован, говорит о сумме сахапов, о сумме пророка, о сумме сахапов и сумме детей сахапов. Ну, не обязательно детей, я условно сказал. Он не говорит о внуках, о правнуках и о хатах. Это... Значит, это один... Ну, хорошо, говорит. Теперь о том, как это говорит. Вы просто сказали, скажите мне, если они правы. Вы, возможно, не вести. Я поэтому сказал, каким... Я искал два изречения пророка, а один из них как раз говорит о нас. А кто не говорит? Второй момент. Я отвечу, да? Можно, чтобы... Или вы сразу... Давайте я выскажу свою полежу. Дальше, в рамках вопроса, можете уже дать ответы на то, что сочтите. Конечно. Второй момент. Я, конечно, не получил такого фундаментального образования, как у вас, но, насколько я понимаю, что создатели масхабов в одном из них, я точно даже не помню, малекиты, это или ханболиты, которые используют в качестве источника помимо Корана, Суны, значит, Иджмы, Киясы, еще и традицию, именно, как вы сказали, традицию, Медины, я не зря уточнил, чью традицию вы имеете в виду, поскольку Медина это то пространство, где жил пророк лично и, возможно, там сохранились некоторые обычаи, привитые непосредственно им. это один масхаб и не ханафийский. Не ханафийский, Малекийский. Малекийский, да? Да, Малекийский, берет традиции Медины. А все остальные говорят, что нет, 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 без традиций, пожалуйста. Это второе замечание. Следующий момент, когда вы расписывали свое понимание традиции, я попытался переформулировать это такой жесткой и, наверное, неприятной для вас манере. И вот такую я записал. Традиция это спекуляция толкователей, пользующихся различными туманностями в Корале. Вообще, что это за позиция, я так вот по-вухаммински могу покритикать, что это за позиция о туманностях, которые нужно расшифровывать, если каратский способ на ясно в арабском языке. не очень ясно, Если вы позволите, да, вот как раз о туманности. Вообще-то о том, что туманность в Коране есть, говорит сам Коран. Аллах Сунтель говорит, учтите, уважаемые мусульмане, есть туманности в Коране, и туманности в Коране есть часть моего испытания к вам. Вы забыли это, да, я? в Коране, и туманности может там, да, воохару муташа бихат, воохару муташа бихат, Всевышний говорит, что есть муташа бихат, и есть туманности, и тот, у кого болезнь, да, в сердце, тот из туманности избирает предметам, объектам, исследований, которые приводят к разрушению всей религии. Конечно, есть туманности, конечно, есть туманности, Всевышний этого не отрицает, он сам говорит, там есть муташа бихат. Я уже могу отвечать, или у вас еще были вопросы? Нет-нет-нет, я хотел передать немножко вопрос в зале, я боюсь, что я сейчас упущу, вот я... Вы скажите то, что вы боитесь упустить, а потом продолжим. Да, да, хорошо, тогда вы про нас уже здесь. Значит, первый вопрос ваш, напомните. Это не вопросы были, это не поддержать, это то, что вы хотите ответить. Я сказал, первое, тогда, сама концепция о том, что чем ближе к правону, это чисто с латинским концом. Сейчас, сейчас я, это получается, я сказал, вы, возможно, упустили, еще раз повторю, пророк Лесман сказал, что лучшие века, лучший праник благостности, мудрости, точности изречения, естественно. Если человек благостный и набожный, то его изречение поведения ближе к Богу, То есть, получается, он говорит, лучший века, мой век, потом, который за ним, потом, который за ним, потом, то есть, он указал, еще раз говорю, некую такую параболическую, гиперболическую, не знаю, как она называется, да? не спадающую к нам, но она же не уходит в ноль, она же спадает к нам, и сейчас можно сказать, что наши предки татары, например, ну, 100-200 лет назад, ну, как будто были, да? более благочестили, более набожные, более искренние, как будто были. А тысячу лет назад они были просто язычниками? Ну, конечно же, почему они были язычниками? Ровно 10 лет назад они приняли ислам. Хорошо. 1200. Во времена Сахаба, Фотеби. Хорошо. Второй термин, который откорректирует ваш вопрос, если вы позвольте. Пророк сказал, не будет собрано единогласно, то есть, единая моя ума на заблуждении. То есть, Всевышний, устами пророка, говорит, еще другое изречение, алейкум бессалат, алейкум бессалат, аль-Азма, я не помню, аль-Азма, аль-Азма, ну, как-то так. То есть, с одной стороны, пророк говорит, вы в большинстве не будете на заблуждении. То есть, на чем единая вся ума или большая часть, не есть заблуждение, есть правильный путь. И другой тоже подтверждающий, иди следуйте за чернотой. Когда его спросили, что такое чернота, чернота, это знаете, что такое, ну, объяснили, толковать, вот это вот хадиса, то есть, но это специфика связана с языком, еще раз говорю, да, что вот когда ты вдруг смотришь с высоты на людей, и когда они разбросаны, я не бахил, да, вот они такие разбросаны по земле, ты их не видишь. Когда они стоят друг от друга на большом расстоянии, ты их не видишь. Но когда они собираются на чем-то, их что-то объединяет, они появляются как некая черная точка. Значит, вот этот критерий объединения на чем-то, да, и есть указание верного пути, как плюс то изречение, что чем больше единогласный мусульманий в какой-то критерий, и на основании вот этих источников, на основании еще многочисленных аятов, мусульмане установили инструменты, институты современного ичтихата под названием всевозможных академий по исламу права, исследовательских институтов богословий при университете а-ля-схары и так далее. Для чего? Они уже как бы несколько скромно сказали, ну нет, наверное, я один, наверное, мой кругозор, но не настолько широкий, я боюсь, я сейчас ошибусь. А вот если мы, да, соберемся в какую-то общую площадку, если этот зал будет запомнен полностью людьми, искренне верующими, имеющими образованием, шикарно знающие арабский язык, источники и так далее, и так далее, вот тогда лжи и заблуждения, искажения религии вероятность будет гораздо меньше. Это и есть ичтихатру джамаик, о котором сегодня говорят больше всего богослову. Хорошо. А второй вопрос, позвольте? Там еще как-то я на него не ответил. Я думаю, что вы охватили оба, вы говорили, но концепция сама поставит. А, да, да, охватили, все, охватили. Я хочу перейти к вопросам, но там все равно воспользуюсь правом ведущего, и когда при мне говорят, вспоминают о хадисах, в целом хадисе, что люди не согласились на заблуждение, я всегда вспоминаю, что, знаете, Ахмад Ханбаль шел против выжима, и ничего. Но бог с ним. Я думаю, что вопросов будет много. они вообще есть. Кроме Батрова, они у кого-нибудь есть. Еще у кого-нибудь есть? Есть вопросы у тех, кто не задавал предыдущие выступления? А вы позвольте не в смысле не дать кому-то ответить. То есть, есть люди, которые, скажем так, могут или хотят полемизировать на уровне именно такого же классического, средневекового, в кавычках, мракобесного образования. Поэтому, вот, выпускнику университета Аляскай, можно дать возможность ответить? А кто? А вот, поднимал руку. Прошу. Ассалалу алейкум. Архуа Эркатур. Рустам, поздравил. Очень рад видеть вас здесь. Мой вопрос адресован к вам. Хотя, я думаю, что, если Архан Абипа может ответить, да, представите, да, тоже свое введение. Было очень хорошо. Хорошо. Слово традиционное. Очень размытые, широкие слова. В психологии оно носит одно значение аудыля. В исламских финансах слово традиционное финансы другое слово. Теперь традиционный ислам. Хазрат затронул некоторые маркеры. Их больше можно отнести к науке фиг. То есть атрибуты традиционного ислама, мне бы хотелось лично услышать несколько атрибутов того традиционного ислама, в который вкладывается именно политический смысл. Понимаете, да, почему? Есть же это словосочетание политизированное устами журналистов, когда мы часто слышим наш традиционный ислам, наш традиционный ислам. У меня просьба, у меня просьба, формулируйте как вопрос. Атрибуты традиционного ислама, политизированного. Три штуки. Признаки традиционного ислама политического. Да, да, и желательно не кавказский, а более ближе к нам по-волжски. Это вопрос к нему и к вам. Вы знаете, из того вот даратива, который развернул перед нами Рустам Фазрат, я понимаю, что в принципе он говорит о обычном исламе, который обычным образом относится к народным адатам, то есть там, где это не противоречит, пусть будет. Это как бы не источник права, хотя вот утверждают, что по ханафинскому мазхабу это так. Это я понимаю. Проблема заключается в том, что если есть ислам традиционный, значит получается есть ислам и нетрадиционный. И мы начинаем очерчивать эту традицию. Мы получаем ... Практически. Я сейчас завершу свой ответ. Главный фактор, главный атрибут современного политического ислама в Татарстане заключается в том, что у ислама есть регуляторы. Реальные политические регуляторы. Например, Духовное управление. И об этом все знают. Федеральная служба безопасности. И об этом все знают. Центр противодействия и экстремизма. И об этом все знают. У нас есть масса регуляторов, которые по-разному могут относиться к нетрадиционному исламу. Мы услышали, что такой традиционный и все, что выпадает, это нетрадиционный ислам. И это является важнейшим политическим атрибутом на мой взгляд традиционного ислама. Некий репрессивный заряд, который есть, который связан с наличием дополнительных регуляторов, которые исламу нетрадиционны, никаким ненормальным, никаким исламом вообще не подразумевается. Никой ислам не подразумевает, что центр производитель экстремизма будет приходить и говорить вот тут правы, а вот тут утажились, а тут вам посидеть принялся. Вот в чем проблема на мой взгляд такой от ампутированного традиционного ислама. Скажите, пожалуйста, есть ли у кого-то еще вопросы, которые он может задать как вопрос, а не как точку зрения. Начнем с вас. салем. Али Ваен. Когда мы говорим традиционный ислам, вопрос, что это такое? Допустим, у меня в подстане есть такие примеры, когда говорят, что это наша традиция, нужно Туркестан — это вторая мекка, нужно постоянно туда делать паломничество. Говорят, нужно сходить на могилу какого-то человека или какой-то бабай, переночевать день, два, попросить у него, и говорят, что он даст ребёнка или что-то там ещё. И при этом привязывать — это наша традиция, так делали наши деды. Притом, у нас здесь говорят, каждую пятницу нужно готовить чёты-чёты в норсаке. Типа этим самым мы скажем нашим умершим родителям, дедушкам, бабушкам, успокойтесь, у нас всё хорошо и так далее. В этом понимании у нас как минимум 10 лет назад понимал традиционный ислам. Это правильно, неправильно, может быть, это надо искоренять или нет. Так положено. В сборнике 40 хадисов имама Аминалави есть хадис Айши Радалаван. Которые, к сожалению, спекулятивно по-разному трактуются. Я предложу трактовку моих учителей, которые нас учили. Если не ошибаюсь, текст хадис, например, на следующем. Айша, то есть Павок Лес нам говорит. То есть Павок Лес нам говорит, тот, кто привнёс в наше дело, в нашу религию, того, что не от него, то он отвержен. То это дело отвержено, от толку, то есть не принимается. И тут богословы начали рассуждать, а что значит не в нём. Ведь с этой точки зрения Куран и минареты не были в религии, а тут пророк Леса Храм. Правильно? Но все это знают. Построили минареты? А были ли они при Пророке? Нет. При Сахатов? Нет. Построили. Собрали Куран? А был ли он при Пророке? А был ли приказ о собрании Курана? Нет. Тут не так богословы. Богословы как бы намекают. То, что противоречит нашей религии, вот тогда оно отвержено. Противоречит ли нашей религии азан с минаретов? Ответ ясен. Ответ ясен. И тут вот по поводу вот этих баурсаков. Понимаете, у нас часто про баурсаки же вопрос был. Нет, не только. Нет, так уж самое. Вот я люблю баурсаки. Классная традиция. Там еще очень много у вас в Казахстане традиций. Тоже был. Знакомился с вашими традициями. Так вот. От некоторых прям вообще прям. До сих пор меня в тот дом, куда пригласили. Официально объявили, что мне там не рада. Знаете почему? Потому что я не исполнил их традицию. Они сказали, мы вам даем наше уважение. Но это уважение было в виде печенки, обмотанной какой-то вот слизистой такой жирной частью конины. И обязательно из рук хозяина. Вот это уважение я не принял. К сожалению. Потому что знал свой рацион пищи. Я боялся, что он бы мое уважение в ответ не смог принять. И вот так меня и провожали до аэропорта. Со мной не разговаривали. Я серьезно говорю. Полтора дня, два дня где-то не разговаривали. Сказали Сараму Аликому счастливо. Все. Вот эта традиция. Вот эта традиция. Непринятие вот этого бутерброда специфического характера. Когда она разрывает мусульманские отношения. Вот это рад. Понимаете? А традиция готовить баурсаки. Которую употребляют в пищу близкие родственники. Это нормально. Традиция говорит, что давайте будем готовить баурсаки. Потому что это наша традиция. Давайте будем их готовить. Это нормально. А вот если эту традицию возходит в рамках вероубеждения. Говорят, если мы не приготовим баурсаки, то наши родственники будут мучиться в могиле. Вот тут тонкость. Вот тут тонкость. Именно эту тонкость нельзя допускать. Мы говорим, я буду готовить баурсаки. Я за ним. Я за эту традицию. Она благостная, вкусная, полезная. Все едят, ничего не выкидывают. Но если вы мне скажете, что если я их по какой-то причине не приготовлю, и от этого будут мучиться родственники в аду. Ну, от этого им будет плохо. Вот тут я вынужден откорректировать. Понимаете? Но если я с порога говорю, не говори, что баурсаки надо. Тогда не говори, что шапку зимой носить надо. Ведь никакой зимы не было, и шапок точно такого понятия пресахапов не было. Слово надо. Слово надо, как вы правильно это отметили. Как и традиция. В сфере деятельности, в сфере здравоохранения надо. Исламского права надо. Исламского вероубеждения надо. Надо верить в джиннов и ангелов? Мы говорим, надо. Надо готовить баурсаки? Надо. Так вот это надо, оно разное. И когда надо говорится в рамках одного дома и традиции, так ее и нужно понимать в рамках дома и традиции. Какой здоровый человек ее перенесет в рамки вероубеждения. Только, по-моему, глупый. Спасибо. Я вижу, что есть еще вопросы. И это вопрос не один. И вас, и вас, и вас я вижу. Но сейчас вы, пожалуйста, не забудьте свои вопросы. Я дам вам возможность их задать. Но сейчас я хочу дать слово Ахмеду Юрбекапову, который в данном случае оппонент Рустава Казрата. Прошу вас. Спасибо огромное. Уже многое из того, что я хотел бы сказать, сказали. В принципе, это и хорошо. Но, по сути, я не оппонент Рустава Казрата, потому что Рустав Казрат рассказал так, как это должно быть. Это очень красиво, это очень хорошо. И я полностью согласен. Но это про ислам, каким он должен быть. То есть мы все с этим согласны, я думаю. Но вот я этнограф, я люблю реальность. Как в жизни это на самом деле происходит. На самом деле, к сожалению, вот использование термина традиционный ислам привело к большой сумятице и к очень большим трагедиям среди мусульман. Потому что, как верно сказал Орхам Уалин, в самом термине есть противопоставление. А есть традиционный ислам, значит есть нетрадиционный ислам. И, соответственно, ведь не так, как Рустам Казрат понимает люди термин традиционный ислам. Да, к сожалению. Люди понимают все прямо. Вот есть правильный, хороший, традиционный ислам. Есть нетрадиционный ислам, который, соответственно, плохой и нехороший. Вот. И здесь начинаются проблемы. Потому что одному априори знак плюс, дается другому знак минус. Но вот опять же, как рассказал Рустам Казрат, оказывается, традицию тоже редактируют. Да, оказывается, вот 4-3, там 7-40 дней тоже отменили в Дагестане. Да. И получается, что традиция, это вот все-таки и само содержание традиционный ислам действительно зависит от местности. От того, кто определяет эти традиции. От того же муфтьяна, там, я не знаю, еще от кого-то. То есть это все вещи очень субъективные. Вот этот субъективизм этого термина, он, к сожалению, вот закладывает огромную проблему вообще под употребление этого термина. Дальше, поскольку это противопоставление, то неминуемо начинается отчуждение. Вот тех, кого записывают в нетрадиционные мусульмане, хотите вы того или нет, происходит отчуждение этих людей. Эти люди чувствуют это отчуждение. То есть вместо того, чтобы собирать умов, вместо того, чтобы вместе работать, вместо того, чтобы считать всех братьев, мы начинаем делить на тех, на этих. Начинается отчуждение. Отчуждение – это прямой путь к радикализации. Это прямой путь к радикализации. Потому что те, кто чувствуют отчуждение, те начинают ожесточаться. У них начинают работать мозги уже не в ту сторону. И, соответственно, вот эти люди, отчужденные, они пополняют ряды тех самых радикальных мусульман, тех самых экстремистов и так далее. Это, к сожалению, неименуемо происходит. Вот. И, конечно же, вот эта вот проблема с этим термином – традиционный ислам – невозможность установления единой формы. Вот с той формой, которую Рустам Хазрат обозначил, я согласен. Я за такой традиционный ислам. Но на самом деле получается, что у нас в стране очень много традиционных исламов, которые постоянно сталкиваются друг с другом. И дело доходит на… Хорошо, что очень многие конфликтные ситуации решаются позитивно. Вот, например, в Дагестане традиционным исламом стал суфизм. И те, кто не были суфиями, вдруг, на какой-то момент, оказались как бы нетрадиционными. Я уже сказал, извращенцы. Да. И люди, очень многие стали идти в суфизм, не понимая, что это такое. Получалось, что люди становились суфиями, потому что иначе их считали бы нетрадиционными мусульманами. Хорошо, что это быстро было преодолено. В том числе и благодаря духовному управлению мусульманами и так далее. Но ведь не все такого рода ситуации решались мирно и в позитивном русле. То есть вот это отчуждение – это одна из самых серьезных мин, которая заложена вообще под употребление этого термина «традиционный и нетрадиционный ислам». Затем очень быстро происходит политизация. То есть употребление этих терминов «традиционный и нетрадиционный ислам» ведет напрямую к политизации, к тому, что люди начинают это все использовать. В своих интересах. На всех уровнях. Та же история дагестанской умы, она имеет массу примеров, когда 2 противоборствующих экономических группы вдруг становились одной традиционной мусульманской, другая нетрадиционной мусульманской. И все переводилось вот на этот уровень, потому что одни начинают использовать лес в качестве своих помощников, другие используют силовиков. И вот это все тоже показывает очень вредность использования вот этих терминов «традиционный и нетрадиционный ислам». То есть политизация тоже ведет к тому, что увеличивается количество конфликтов. И более того, к тому, что конфликты обретают мусульманскую окраску к великому нашему сожалению. То есть там, где нет этого самого противостояния, оно начинает вырисовываться. И люди начинают рисовать их вот в этих самых мусульманских, к сожалению, терминах. Объявляют друг друга в том, что один там традиционный мусульманин, а другой нетрадиционный мусульманин. И мне кажется, что здесь как раз очень такой, ну, в качестве вывода, мне кажется, что нам на самом деле необходимо принять, вот на первой сессии, по-моему, говорилось о мозаичности и о том, что мусульмане очень разнообразные, очень разные. Есть масса подходов, масса мнений и так далее. Вот это вот необходимое умение слушать друг друга и умение слышать друг друга. Мне кажется, это очень ценное и очень нужное умение, которое надо бы нам разобрать. Спасибо. Ну, хорошо. Какие-то вопросы к Ахмиру Ермкапу есть? Прошу вас. А, минуточку, я уже дал слово, я вам передам сразу же после этого. А в чем, например, появляется нетрадиционный ислам и что это такое в принципе? Вот это все тоже очень зависит от конкретной территории. То есть, если мы берем, допустим, да, Татарстан, то здесь Хизбурт-Тахли, в первую очередь, да, это нетрадиционный ислам. Разные группы салафитов, наверное, приравниваются к нетрадиционным мусульманам. В Дагестане, например, традиционный ислам это шафизм и суфизм. Но тоже там проблема в том, что суфизм именно суфи и саидофагии, вот это да, вот это вот правильный суфизм. А есть другие суфийские группы, которые, ну, мягко говоря, не приветствуются, скажем так, да. И вот все очень сильно зависит от конкретных интерпретаций и от конкретного региона очень сильно зависит. Прошу вас, вы просили. Вопрос Кахмебеев. Вообще я хотела этот вопрос задавать всем участникам нашей дискуссии, да, но как-то вот не получилось. Вот сейчас воспользуюсь моментом. У нас представлено четыре такие тренда, да, салафизм, нет, не менее, фундаментализм, суфизм, модернизм и традиционализм. Какому из этих секторов вы можете сказать, что тяготеете лично вы? Очень сложный вопрос, на самом деле. Я бы, наверное, сказал бы, что я где-то вот в середине. Я даже не могу себя никуда не... Хорошо, а кем вы не являетесь точно, а? Пойдем к другим путям. Вы суфи и суфи же? Нет, я не суфи... О, уже осталось три. Да, я не суфи, но я не отрицаю опять же суфизм, да, то есть я считаю, что это один из путей. Ну вот, я не салафит, но тоже не отрицаю, то есть есть право у людей таким образом рассуждать и так себя относить к такому... Я, наверное, и не модернист, я не знаю, я к коронитам цикоточным я отношил, то есть я считаю, что надо признавать традицию и надо... Да, то есть четыре маска бы... Так вы традиционалист, Борис? Ну, наверное, да, скорее всего, больше традиционалист. Валерий, и если вы согласны, да, а можно нам соцопрос с залом такой провести? И кто тяготеет, не то, что кто к кому себя относит, а симпатизирует к таким воззрениям? Очень неожиданно от Ахмета был услышать, что он традиционалист после того, как он не знал, к чему отнести себя, потому что, вы знаете, однажды я услышал удивительную фразу в Турции относительно одного брата. Я спрашиваю, а что за человек, чем живет, чем пишет? И мне сказали, ну, как тебе сказать, парень на шаринской обыденно на салафийском манхадже. Я говорю, это как? Ну, знаешь, в общем, наш свой парень, но про атрибуты Аллаха лучше с ним не разговаривать. То есть, ну, вот как-то так он сформировал, да, просто похолодал и воспринял это как удачный шутбол. Оказывается, нет. Ну, я не знаю, соцзапрос, как можно производить этот запрос. Ну что, поднимите руки, кто предпочитает отнести себя к салахитам? Ну, не так уж и много. А суфи? Вообще мало. Есть люди, которые относят себя к модернистам. Ну, дело в том, что модернизм это очень размытая такая вещь. Есть евро-ислам, это тоже модернизм. Джедидизм, модернизм. Кто-то считает себя модернистом? Рационалистическое осуществление ислама, так скажем. Ну, у нас рука не отпускается. Хорошо. Хорошо. Тоже немного. И, напоследок, есть ли представители традиционного исламок, кроме двух наших гостей, сидящих на сцене? Почти столько, сколько исполнителей. Очень много оказалось. Ну, хорошо, мы провели этот запрос. Еще есть вопросы непосредственно? Прошу вас. Только вопрос, пожалуйста, ладно? А я все же делаю. В предыстории. В 2001 году я с вами родила в Груссанг. У Хазрата умерла жена. По 40 дней собрались спасти все муны, имамы России. И у вас вопрос о какой-нибудь еще подал. Как праздновать надо Новый год? Ведущим был Вариков из Москвы, Махмуд Хазрат. Он посмотрел в зал и сказал. Вот сидит Самар Тагадыр Хазрат, средний ассамбль. Пусть он ответит. Он сказал. Мы собираемся перед Новым годом за стол. Самый старый читает Куран. Затем смотрим телевизор «Поздравление Президента». Потом выключаем телевизор. Самый молодой читает Куран и ловимся спать. Махмуд Хазрат встал и сказал. Ой, Хазрат, мне так стыдно. Спина у меня горит от красоты. Какой дурак первым махарам сидит в телевизоре и ждет Новый год по-мусульмански. Скажите мне всем троим из вопроса города. Кто из них традиционный, кто не традиционный? Самар Тагадыр Хазрат. Одна страна. Вторая страна. Значит, Вариков Махмуд Хазрат. А Исмагин Хазрат, который проводился на репети, он выполнил свой традиционный программ. Хороший, на самом деле, вопрос актуальный для Северного Кавказа, где, в принципе, распространена такая практика. А вот давайте-ка сейчас посмотрим, чьи детишки не явились на нашу школьную новогоднюю елку. А не явились, давайте мы перепишем и направим к их родителям, людей из центров противодействия к репизму и выясним. В Карахане относятся к Новому году. Это абсолютно актуальный вопрос. Я думаю, что это вопрос к вам. Новый год и традиционный слабо. Отношение традиционного слабо к празднику Новый год. Отмечаем или не отмечаем очередной виток земли вокруг Солнца в рамках обычаев татарского народа. Спасибо. Наверное, это один из немногих вопросов, которые бы я не хотел отвечать. Ваш выбор. Нет, но не ответить я тоже не могу. А то боюсь, что список детей, не явившихся на утренник, войду я сам. Поэтому уже вынужден, вот, благодаря вашему тезису, да, отвечать. У меня как-то лет шесть назад была шуточная статья на тело Нового года. Она была шуточная. Она изначально подавалась шуточно на официальном сайте университета. И меня не поняли. Я пошутил. Вот, если я позволю, я еще раз пошучу. Отвечу не с точки зрения исламского права, а личного опыта, если этого угодно, да. Я очень жду этот праздник. Я реально очень жду этот праздник. И каждый год я его праздну. Но в понимании празднования нужно сделать некую пазду и задаться вопросом, что для меня праздник. Понимаете, у меня, ну так уж получилось, такой режим работы, что моя средняя дочь плакала, когда я приходил домой. Она не понимала, почему чужой дядя ее обнимает. Она реально не понимала. Это было очень такое интенсивное время. И я понял, что для меня самый большой праздник – это суббота и воскресенье. А потом я нашел для себя еще один праздник – Новый год. Потому что все мои родственники, причем братья, сестры, папа, мама, настолько раскиданы, что я их не вижу. Целый год почти не вижу. Я их вижу летом, недолго, и я вижу их на Новый год. И вы не представляете, как у меня сердце радуется, что осталось всего лишь один месяц, что будет скоро Новый год. Для меня это реальный праздник, куда мы в родовое село наше в Кировской области приезжают все наши братья, сестры, папа, мама, и садимся за праздничный стол. Для нас это реально праздник. И законы Российской Федерации нам дали на этот праздник несколько дней, невзирая на то, будет ли какая-то конференция, будет ли установлены какие-то лекции. Я поднимаю Федеральный закон Российской Федерации о празднике и говорю своему руководству и своему начальству. Я говорю, я понимаю, что вы можете занять мое время рабочее до 9-10 часов вечера, но вот это мое право праздновать. Отпустите меня, не претендуйте на меня, я принадлежу своей семье. Для нас этот праздник сложился, он не изменит. Наверное, чисто с экономической точки зрения мы не видим объективности покупать елку, мы не наряжаем ее. У нас есть праздничный стол, у нас есть обращение президента, у нас есть собрание. И в этом смысле, когда мне говорят устам, зачем ты это делаешь? Ведь праздник в исламе. В исламе праздник радости в исламе всего два. Курбан, Байрам и Уразам, Байрам. Я говорю, прошу прощения, ведь сам понятие праздник. Ведь это в первую очередь радость, правильно? Что такое праздник? Исламская радость связана с Курбан, Байрам и Уразам, Байрам. Моя личная радость, радость меня как гражданина Российской Федерации связана с этими выходными. Я не считаю ничего зазобным в том, что человек радуется в это время. А мне говорят, нет, чтобы не быть похожим на немусульман, празднуй, пожалуйста, в другое время. Я не могу праздновать 1 марта, я не могу праздновать 1 февраля, это очевидно. Но, к сожалению, одна из самых больших проблем – это смешение обычаев, смешение светского со смешением сугубо религиозного, сакрального, сакрального религиозного праздника без исключения всего два. Светско-человеческая радость у меня лично Новый год. Ну, в какой-то степени это, наверное, такое советское отношение к празднику, потому что, строго говоря, праздник – это выходной. Так, по-советски. День сайской армии – я не служил, но отмечаю выходной же, например. Что касается праздника, ну, я не знаю, у любого праздника, даже у светского, даже у меня советской армии, есть литургическая составляющая. Собственно, любой праздник – это литургическое воспроизведение события, будь то жертва, который пытался принести Ебрагин, или мифическая победа констноармейцев под нармией, руководимым Матросом де Беркеттом, да, что, собственно, стало 23 февраля. Но ответ был дан, ответ был дан, и вы можете воспринимать его как хотите, потому что… У нас есть право воспринимать его как шутку. Пожалуйста, наполнение к этому вопросу. Пожалуйста, в форме вопроса, а не в форме точки зрения. Да, да, да. Можно ли это в будущем считать как традиция, которая врослась в ислам? Потому что вы сказали, мне ничего плохого нет, мы сидим, собираемся, по аналогии с баусаком. Не станет ли это традицией, потом через какое-то проходить? Она уже стала традицией. То есть это часть славы теперь. Хорошо, давайте, подождите. Традиционного. Традиционного ислам. Давайте определим, что такое традиция. Что такое традиция? Вообще, понятие традиции светское. Ну, вы сказали, традиция это то, что не противоречит шариату. Я не шарианское понятие традиции. А светское понятие традиции что такое традиция? То, что повторяется. То, что повторяется, да? Постоянно. И в этот процесс вовлечено большое количество людей, правильно? У вас все… Да. Вы сейчас хотите сказать, что я отдалённо от исламского права, от исламского определения? Вы хотите сказать, что Новый год не традиция? Отдалённо. Конечно, традиция. Вовлечены абсолютно все и повторяется уже достаточно долго, много лет. Нет, я просто волнуют литургический аспект. Мы прекрасно понимаем, что литургического аспекта там нет. Есть, еще какой. Новый год – это абсолютно внятная атеистическая борьба против христианского Рождества, которое там применяло, чтобы люди не обмечали это дело с их словом. Я буду сейчас прокомментировать. Нет, нет. Нет, нет. Прежде чем вы это сказали, если бы мы задали вопрос, сделали социальный опрос, до того, как вы произнесли этот термин, вы бы уже ответили. Я боюсь, что у нас процент такого ответа был бы мизерен, незначительный. Потому что на самом деле мало кто знает, что это попытка борьбы с христианским праздником Рождества. Мало кто знает, что в древнерусских сказках, вообще, извиняюсь за выражение, вы бы поищите, если не могу ошибаться, что это вообще какой-то нездоровый дедушка, если честно. И ходит на самом деле он не с внучкой, да? А с кем он ходит? Снегурочка. Это его дочь от брака с весной красной. Представляете? А елка... Я уже не говорю о их отношении, там еще есть варианты, некоторые, как говорят, ревоята, а отношения это вообще страшная вещь. Не говоря уже о елке, как алтаре, а о игрушках, которые на них развешиваются, как в некоторых частях животных в качестве дара этому алтарю. Но подождите, вот это вот страшное, нездоровое понимание Нового года, оно что, у большого количества россиян в маску сидит, что ли? Вы про мое или про ваше? Подождите, подождите, я пока в воздух такой вопрос задаю. Воздух, вопрос в воздух. Это из серии с легким паром. Скажи, Шахар. В одну из тюрем Арметьевска, я иногда посещаю тюрьмы с проповедями, ко мне пришли, была там проблема. Они говорят, решите, пожалуйста, проблему. Надо человек, чтобы принял ислам. А он никак не хочет принимать ислам. Знаете почему? Да потому что он своим самкамерникам говорит, да я из него не выходил. Если я сейчас приму ислам, значит косвенно я подтверждаю, что я был вне ислама. И он говорит, нет, ты не мусульманин. Он говорит, ну мы только что намаз вместе читали. Нет, ты не мусульманин. И знаете, до чего мы докопались? Что он не мусульманин, он около двух недель был до моего приезда. Потому что когда его сокамерник вышел из души, по-моему, сказал с легким паром. Да, это сильно. Это сильно. А я так, а подождите, а что такое с легким паром? Я тогда не знал. Никто в той мечети, в Альметьевской зоне, не знал, что такое с легким паром. Знал только тот, кто объявил его кафером. Он говорит, ах, вы не знаете? Слушай меня. Я могу ошибаться в Реваяте, еще раз говорю. Но там что-то было вроде то христианское и юридическое какое-то бесовским обычаем, о том, что есть бесы, духи бани, что они причиняют вред тому, кто в нее заходит. И чтобы вред не был причинен, нужно его обмануть. И когда он приходит, сказать, что он вышел с неким злогким паром, то есть некое его голографическое сопровождение, чтобы бесовский дух причинил зло не самому человеку, а вот этому пару. И если ты это произносишь, значит, косвенно ты веришь в это верование, что вред причиняет не творец, не дела человека самого, а вот, подожди, 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 я не успеваю, говорю, заходом мысли. И ты в это веришь? Но говорит, откройте словарь, почитайте, что это настолько неприемлемо, как из серии, если кто-то скажет, я верю в Деда Мороза, понимаете? Вот сейчас, когда я объяснил, кто такой Дед Мороз, для этого, как вы сказали, что такой Дед Мороз, да, вот понятие веры и неверия, понятие, скажем так, оно связано с пониманием, с Уильямом, но нет этого понимания Нового года, ни у кого, даже у взрослых нет. Подождите, подождите, подождите. У кого есть, тот не... Подтягивается ничего. А как? Традиция... Вы сами сказали, подождите. Вы сами сказали, с самого начала есть понятие Ислама, глубинного понимания для интеллектуала, да? И для общих масс, извиняюсь, но без обид, но общей массе в большинством в своем чайке. Хорошо, это всегда. Вопросы? 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 Сибирик, можно сибирикам? Я просто выбираю тех, кто не спрашивал раньше, потому что у нас были другие. А-а-а, ладно. Но я всех вижу, я всех вижу, постараюсь знать всем слово. Я прошу обращения, я прошу учить позже, может, что-то упустил. У меня одного вопроса, как же там, подряд, частный и общий. Он примерно взаимосвязан, не только ко мне, а только... Ну, как бы, я не знаком с такими, подрядами. А первый вопрос, я много служил, долгое время служил имамам, потом из регионов России, Сибирском. И мне часто задавали вопрос, обычные, так сказать, этнические мусульмане, с какого дня, считайте, 3 дня, 7 дней, 40 дней, 100 дней, годовщину, со дня смерти или со дня похорон? Это не ко мне вопрос, сразу говорю. Ну, это традиционный ислам, как его называют. И я всегда был в такой растерянности, то есть, я пытался ответить, что изначально этой традиции нигде в шляхских книгах не прописано. И вы делаете, если вы хотите это уже делать, вы делаете, как хотите. А я рекомендую, чтобы просто собраться, почитать таран и сделать гулах, и все. А вопрос в чем? Вот вопрос, как бы вы ответили? С какого дня? Это одно. Это одно. Может быть, кто-то другие специалисты ответит? С традиционного ислама? Вы были при обсуждении примера Дагестана? Нет. Все, я считаю, что вопрос вы упустили. Другой вопрос, когда в Татарстане традиционный ислам всегда связывается с ханафитским мосхавом. То что делать, когда какие-то традиции уже широко распространенные и бывают даже навязанные здесь, и не только здесь вообще, если они противоречат самому ханафитскому мосхаву? То есть в книгах по мосхаву Ханима четко прописано, что чтение Тур'ана на кладбище, на могилах является мокру. Опять же, проведение поминок в ханафитских книгах прописано, что этого не надо делать, потому что угощение только по радостным событиям, то есть в Алимы, в Алимах, свадьбе и так далее. А по печальным событиям угощений нет. То вот что делать тогда, если именно традиции, они уже вразрезаны даже с ханафитским мосхавом? Как поступать? Я думаю, косвенно на эти вопросы мы уже отвечали. И вы почитайте, пожалуйста, есть такая пища, тампина, если не ошибаюсь, которую Прохолес нам советовал. И, кстати, она касалась печальных событий в том числе. Но это так. А на самом деле, ваш вопрос, он отвечает, может быть, какой-то видеоформат, просто пересмотрите, ладно? Это относительно того, как отмечаете в 40 дней и так далее. Есть очень, опять же, народные представления, есть очень четкое представление о том, что есть электрике счастья, да? Вот тоже такое отмечание. Вот это как раз отмечают со дня смерти, отсчитывают 52-й вечер. И точно на 52-й вечер надо его проводить. А остальные поминки, там люди волны, либо со дня смерти, либо со дня... На 40-й день умирает последняя клетка человеческая. Ну, это вот, да, вот эти все объяснения, их очень много. Возвези смерти начинается. Прошу вас. Просто немножко к Новому году возвращайтесь. Вы никак не можете оставить эту тему, которая, строго говоря, мелочь. В несколько моментов они взаимосвязывались с собой. В одном из хадисов у Пророка Салли Аллахи Санчан человек спрашивает и говорит, я взял назов, дал обед, зарезает животное в каком-то месте. Первое, что Пророк Салли Аллахи Санчан спросил, один из вопросов, был ли там идол, или же приносил ли жертву в этом месте, жертву на животное, кому-то помимо Аллаха. И на основе того, что в этом месте этих обрядов не совершалось, Пророк разрешил выполнить этот обед. То есть, соответственно, понимаете, если бы это место, где бы было до этого, до Исанчика периода, происходили языческие обряды, то был бы запрет. Это один момент. И как пример, если я скажу, на скорость перекреститься для развития моторики, возможно ли это? Вот по тому же принципу, что в Новый Год имеют языческие традиции, сейчас вот как бы, ну или какие-то некоторые другие традиции, вот так вот легко к ним относиться, что вы воспроизводите. А вопрос в чем? Вот именно вот в этом. В чем, в чем? В вопрос. Есть ли какая-то связь? Ну, я думаю, в принципе, я не знаю, как выжить сейчас, к сожалению, уже запутался. Ну, я думаю, конечно. Нет. Потому что Казарат сказал то, что в Новом Годе. И в некоторых традициях то, что когда-то он имел языческие корни, сейчас в это никто не впадет. Я бы примерно понял, давайте я отвечу несколько хитро, если вы позволите. Ну, так лучше запоминается, когда хитро отвечаешь. Скажите, пожалуйста, вы верите в ад? Нельзя говорить, я думаю, это очень конкретно, я вам просто подсказываю. Относительно веры нельзя сказать, я думаю. Я думаю, здесь все верят. Нет, а я так к вам вопрос. Вы верите в ад? Конечно. Конечно. То есть вы верите в царство Адья, где заправляет лодочник, перевозящий души с одного берега на другой. Почитайте этимологию слова Ад. Так глубоко мы не будем копать. Это настолько неприемлемо. И говоря даже о каком-то, говоря о каком-то, скажем так, алтаре, на котором было ли не было, оно ведь связано было исключительно с этим человеком. И он отвечает, я такого не знаю, что там резали, да? Я такого не знаю. И даже если на нем резали до этого, то это не проблема. Потому что ты-то не знаешь, ты-то не приучастен к этому идолопоклонничеству. Твое личное действие в сердце чисто от этого? Чисто. Когда вы говорите, я верю в ад, но вы не причастны к этим сказкам про бога Адья и этого лодочника, который таскает трубы. И поэтому ваша вера цела. Но если человек прочитает лекцию про древнегреческих и какие они там богов, да? И после нее скажет, и поэтому я верю в ад. Вот тут проблемы возникают. Надеюсь, ответим. Вы не я. Прошу вас. Слава Леониду, Санава Леониду. У меня вот вопрос к вам. А не считаете ли вы то, что нужно, наоборот, отказаться от праздников, навязанных нам, большевиками, большевиками, которые сначала расстреляли наших дедов, сожгли все мечети, а потом навязали нам свои же большевистские традиции и праздники. Наоборот, отказаться от пережитков большевизма и в пользу исламских традиций. То есть, потому что если мы продолжаем их традиции, которые нам навязали, мы, наоборот, продолжаем их делом. Наоборот, намерен оставить все это, чтобы, наоборот, сосредоточиться с моего внимания на воскрешение, наоборот, массовых традиций ислама, которые были до большевистской переворота власти. Вы спрашиваете меня, а неужели мы не должны стараться воскрешать наши традиции, да? По-моему, очевидный вопрос, и ответ тоже очевидный. Конечно, мы должны стараться. Это же наоборот продолжение их традиций, а не наших большевиков, которые над другаясь нашими народами. В прямом смысле этого слова. Я еще раз говорю, я настолько, возможно, недалекий, настолько, наверное, не выходящий к людям в мир, но я не вижу никакого запаха большевизма в этом празднике, серьезно. Я вижу определенные назначенные выходные, которыми я очень удачно пользуюсь. Уж извините. И так уж связано, что если бы этот праздник чисто, теоретически, перешел бы на другую дату с праздниками того дня, я бы также был этому рад. Понимаете? Меняется календарь, по которому вы живете. Когда кто-то сказал, а зачем мы непрасно начало года похитили? Скажите, пожалуйста, что конкретно с вами происходит в тот момент, когда меняется год похитили? Из практических вещей. Со мной, к сожалению, мало что происходит. Но когда меняется миллиарди, когда меняется вот этот календарь, как это называется, Григорианский, да, называется? Да, да. Очень много. Во-первых, заканчивается отчетный период у нас на работе, и мы реально отдыхаем. Декабрь – это с ума сойти. Понимаете? Потом заканчивается сессия, студенты, заочники, ну не с ума сойти, но тоже тяжело. Понимаете? Ну, увязано определенные события с этим календарем. Что я могу сделать? Отменить их? Переделать? Ну, давайте попробуем. Я не знаю. По-моему, вы подменяете, угоняете. Простите, простите, вот не надо вступать вот в такую полемику. Я хочу сказать, что мы говорим с Рустам Хазратом, я вынужден за него заступиться. Его спросили про Новый год, он про это ответил. Он ответил, что это тот самый выходной, который может потратить на семью. Это его личное, персональное отношение. Если мы говорим о традиционном исламе, то, в принципе, мы уже договорились, что если ты не ведаешь, откуда это что и как, если ты просто людин, джайфер, ключи образован, ну и пусть его будет. Злого не я-то не было, дубного не я-то не было, ну и хорошо. Вот и слава богу. Вот и вся традиция. Скажите, пожалуйста, есть ли у кого-то вопросы, не связанные с Новым годом? Самый. У меня вопрос у такого характера. Власть и СПО, насколько это является традиционным в стране, скажем так, ну, Россия, которая является Даром Куфой в основе с вами. Простите меня, я ухожу. Акцент о том, что как можно, то есть традиционно ли послание, чтобы аппаратом президента назначалась та или иная должность в ту или иную мечеть, скажем так, и допустимо ли то, что глава администрации говорит то, что я не буду работать с этим имамом и делать призвание. Могдазима. Назвлекать правомочные. Согласно Исламбургу. Все слышали вопрос? У всех вопрос? Вопрос вам очень-очень актуальный. И если на него будет дан прямой ответ, то я буду правильный ответ. Ну, я сразу заявил, да, несколько так трусливо обозначив себя, что я не представляю официально ни духовное управление, ни свое учебное заведение, поэтому ваш второй вопрос сразу отменяется. Для этого вопрос вы должны обрисовать представителя о официальном духовном управлении. Я не знаю, но точно не мне. Я не отвечаю ни за ту, ни другую область, скажем так, не несу. Это не моя область ответственности. Я не буду отвечать, вы бы честнее. Да на самом деле я же сразу сказал. Я пришел сюда отвечать на вопрос. Но изначально обозначил. То есть, на самом деле я знаю, как ответить. Я могу ответить. Если хочет этот человек, я ему отвечу лично. Когда я отвечаю лично, это моя личная позиция. Но когда я здесь буду отвечать лично на то, что должен отвечать духовное управление или другой орган, это уже может кому-то показаться, обществу. А вот первый вопрос действительно интересный. Если вы позволите, я акцентирую внимание на... По-моему, он касался Дарвен Харба, да? Дарвен Харба. Дарвен Харба. То есть, ну, не Харба, но получается, что состоял Харб в договоре. В какой категории относите договору или Харб, в том-то и дело, что это такой Дарвен Куфр, он не идет как один, он идет как синоним понятия Дарвен Харба. Потому что в понимании Дарвен Куфр, это дом Куфра, то есть страна Куфра, то есть страна, в котором присутствует определенное правило, источником которого не является Пресвятая Сунна и Куран. Но подождите секунду. Если мы на секунду вспомним переселение пророком Амда Алейстерам в Медину, с чего начиналось это государство? С чего начиналось это общество? С признания правды. С признания правды и обязанности перед лицом общего врага. С чем связано было договорство с Банкурэзом? Банкурэз оставили свою религию, оставили свою традицию? Нет. Как судились иудеи того времени? По своему действию закону, вы это знаете. Так получается, значит, первое, первое государственность, первый договор, скрепляющий общество времен пророколесарам, это понятие адрой справедливости, а не пронятие Курана и Сунны исключительно. Если бы пророк заставлял всех жить по Куране и Сунне, то не было бы этих исторических событий, правильно? Поэтому я себе позволю не согласиться с таким термином, как дару-куфр, абстрагировано понятие Дару-Ислам, Дару-Харб. Вот что касается Дару-Ислама и Дару-Харба, да, действительно, есть такое средневековое деление. И здесь еще деление Мир-Веговора. Я сейчас дойду до этого. Да, конечно, я дойду до этого. И в этом смысле деление на Дару-Ислам и Дару-Харб на черные и белые, автором этого деления было, если не ошибаюсь, сам Мама Абханифа. И, конечно же, времен Мама Абханифа понятие государственности, ну, подправьте меня, я не геополитик, не политолог, никто, но, может быть, ошибаюсь, подправьте меня. Понятие государственности в то время было неразрывно связано с вероисповеданием правителя. Так? Значит, государство не было абстрагировано от конфессии. Это было что? Часть государственности. То есть, если здесь помазание Божьей, глава государства, там халифа, да? Значит, получается, понятие Дару-Ислама, это, прошу прощения, Дару-Иль-Харб, Дару-Куфр, это синонимы того времени, правильно? Но сегодня это невозможное деление. Сегодня это деление неприемлемо по одной простой причине, потому что огромное количество стран, которые себя не классифицируют никак с конфессиональной точки зрения. Так ведь? Поэтому позднее деление других мазкапов, или даже учеников имамам, они это уже успели сделать, они сказали, неприемлемое это деление нужно делить как минимум на еще какое-то серединное состояние. Его многие называют Дару-Ля-Ахт, так, договор. Мне кажется, что больше всего, если говорить о России, конечно же, мы страна договора, где в основе лежат договорные отношения. Не лежит Ислама, не лежит... Я, насколько понимаю, договор сейчас не подписали. Его уже не подписали. Почему не подписали? Не подписали, что... Нет, нет. Так вас говоришь, да? Нет, с кем? Я же не про Татарстан говорю. Что вы такое говорите? Я на СССР. А я испугался, что вы? Для шутки не очень хорошо. Ну ладно. В общем, и в этом смысле я считаю неприемлемо называть Россию Дару-Ли-Слам. Потому что, когда вы называете Дару-Ли-Слам, значит, должен правитель тоже быть мусульманином, как минимум. У нас этого нет. Я помню, у Кавказа была какая-то фетва, я просто в шоке. У меня аж волосы дыбом стали, когда вот несколько лет назад кто-то приезжал и окрестил, я уж не знаю, что точно так говорю, объявил Россию Дару-Ли-Слам. Как это можно было сделать? Я в шоке. Точно так же нельзя ее определять, как Дару-Ли-Харк. Вот именно вот это серединное состояние. Дару-Ли-Ах. Дом до главы. Вот оно самое подходящее. Я надеюсь, ответил, да, на ваши вопросы? Я вижу, что вопрос возник. А, пожалуйста, пожалуйста. Да, желательно, конечно, закончить, что на вас, на 4 минуты. Да? Вы говорили про традицию проведения 3,7,4 дней. И, может быть, упоминается это в Коране, если не противоречит это в Шариану. Напоминается ли это в Коране. Да, но не противоречит это в Шариану. Хорошо. Я вроде отвечал, но давайте еще раз по высокому ракурсу попробуем по экране ответить. Ну, то, что это не противоречит Корану, это однозначно, потому что нет никакого понятия 3,7,4 дней, так же, как и нет понятия клонирования, нет понятия торговли фьючерсами, нет понятия употребления пива и многих других новых вещей, да? Нет в Коране. Раз. С точки зрения противоречит ли это Шариату, понимаете, Шариат, нельзя назвать Шариат Ислам абсолютно сакральным и нелогичным. Это неправильно. В то же время нельзя назвать Ислам абсолютно логичным и несакральным. Тоже неправильно. Вот Ислам это некий симбиоз части знаний логичных, которые можно осмыслять, интерпретировать, делать сравнения, хаясы и развивать и часть вещей, которые просто остаются сакральными и непонятными. Я приведу маленький пример и вы тогда поймете про 3,7,4 дней. Свинина запрещена в Коране? Да. Все знают, да? А почему? Потому что аллогичность вот это и есть пример сакральности, нелогичности. Ведь вроде мяса, да? Ведь вроде белки там есть, да? Ведь вроде живот наполняет, а к нему никто не умирал сразу. А почему она запрещена? Потому что есть сакральный, не требующий интерпретации и объяснения. Понятно, да? Никто же не сделает из этого глупый вывод и скажет все, что хрюкает корам. Ну что ж, ну ни в коем случае. Поэтому часть законов непонятны, они сакральны, неизменны. Но в то же время, когда мы вспоминаем о вине, вино тоже запрещено в Коране. Есть 4 аята, которые последовательно ужесточают это жизнь. В конечном итоге по истории не спасла, не последний аят однозначно запрещает. То есть часть последовательности дает нам духа постепенности проповеди, да? А окончательный аят дает окончательный запрет, так? Но есть ли возможность, поддается ли это разуму запрет вина? Да. И он очевиден, и пророк его проговаривает. Потому что это что? Пьянит и лишит тебя разума. Значит, пророк как бы намекает, не делай, пожалуйста, то, что прямо лишает тебя разума. И это являлось основой для других логических решений, как запрете пива, запрете наркотиков, да? Хорошо. 3,740 дней. По-моему, ушел человек, который задал вопрос, да? А уже неинтересно стало. Ну ладно. 3,740... Это правда так, что вопрос брошен и ответ как бы не потребовал? Ну, намаз мы все читаем, я полагаю. Ну, давай и парень. Хорошо. Ну, вы уже поняли, к чему я веду. Значит, 3,740 дней это опять вещь мотивации, вещь мотивов, причин и последствий. То, как я уже сказал, пример Татарстана и Дагестана явно тому доказательство, как использовать понятие 3,740 дней. Спасибо. Я хочу, чтобы прозвучал последний вопрос. На самом деле, я его приберегал для себя и слушая все эти разговоры, пытался как-то по мнению придумать и так далее. Ну, в общем, в итоге я решил отказаться и в принципе все время вы хотели что-то спросить. Поэтому, я думаю, что если мы завершим вопросом человека-скандала, то это будет А можно до скандала еще? До скандала. До человека-скандала. Ну, я не буду отменять решение. Потому что скандалик как бы у вас. Можно как бы по завершению. Уже время намазок отжимает. Прошу. Руслан Хазрат, я бы хотел задать вопрос на тему, кто определяет критерии экономичности и, скажем так, того, что относится к народным традициям. То есть, вы в первой части попытались, как я вас, если я вас правильно понял, порассуждать на эту тему. То есть, вы сказали, что если вот источник Горана Сумы красивый, ну, то есть, вы там своими словами сказали, ну, если это очень надежно, достоверно и так далее, то тогда это, в общем, это требует жесткого соблюдения. Во всем остальном там есть поле для народных каких-то традиций. И вы привели пример, значит, вечности, аяты, говорящие о вечности адских мук, да, и опираясь на филологическое значение слов, Хаалетина сказали, что вот здесь однозначно сказано про то, что вечное мучение ваду ждет людей, которые говорят свои аяты. Но при этом в Коране точно так же есть два аята, которые говорят с теми же словами Хаалетин и Фига там, Хаалетин и Фига значит, про верующих мусульман, который убил другого значит, намерен, который там куду-дулах приступил. Вот, и все тофсеры говорили, что это надо буквально понимать, но нормальная ортодоксия говорила, что нет, здесь это вааид, это значит в педагогических целях, Аллах не имеет в виду, что вот здесь они будут вечны, просто так, чтобы напугать. Вот, то есть, в результате мы приходим к ситуации, что нету большого, то есть, точнее, не то, что нет, то есть, то, что вы считаете категоричным, это все спаривное, да, то есть, и многие, даже этот тезис, вопрос в том, кто будет определять, что является категоричным, что относится к каноничным, где вот проводит грань между каноническим исламом и противоречит ангаранную сумму нет? Да, поскольку, по сути, по любому спектру, даже, якобы, категоричных таких утверждений везде есть дискуссия с вами. А ты стараюсь. Хотя, говорят, с вами хитам, миск, в завершении должен быть миск, должно быть благо, но у нас в завершении скандал. Ну, зря вы анонсировали Рустам Фазрата, я ожидал скандал, я вам благодарен. У нас какой-то более-менее слаженный, такой скваженный вопрос. Я понял вас. И, наверное, вопрос настолько, ответ настолько неоднозначный, я просто еще раз не заявляю о абсолютно верном решении и подвергаю свой ответ и размышлению в прямом, скажем так, в таком контексте критики все-таки позволю себе свои личные размышления на это личные, еще раз говорю, размышления на это дать. я возьму немного издалека, но постараюсь уложиться где-то минуты 3-4. Ведь действительно многое в этом мире относительно, да? Многое в этом мире относительно. Ну, я из бытового примера я самый высокий. даже так называют длинный. Меня так называли в школе, меня так называют мои родственники, потому что мои ближайшие родственники начинаются с моего подбородка. Все. Папа, братья, старшие братья, дядя, все с подбородка начинаются. И я относительно не все высокий. Но недавно возвращался с Махачкалью вы как сказали, ну, как я сказал, да? И вот со мной летела волейбольная команда Динамо. Я понял, что я далеко не высок. Я низок, потому что, ну, как бы, куда там, там такой лес вокруг меня, эти сосны ходят и так далее. И я понял ваш вопрос, мне все-таки хочется склонить его к некой понятии относительности. Вот понятие, что есть традиция, ведь правильно было замечено. Вначале вы сказали, что и сунна шиитами тоже принимаются. И относительно их критерий принятия сунны, они тоже ахлю сунна, правильно? Сложнее. Нет, я все-таки говорю о некой относительности, которая для шиитского ирана это сунна. Если вы сказали... Мы по словам сунна понимаем сунну трех, а они по словам сунна понимают сунниты. Но они относительно с... Секунда, они относительно своей системе координат сунниты. Понимаете? Шииты в Иране относительно своей системы координат, они сунниты. А мы относительно нашей системы координат относительно шиитами, они не сунниты. Так многое в этом мире относительно. Именно поэтому я пытался сделать акцент на вот этих вот, скажем так, на этих лозунгах, на этих призывах пророка Мухаммада относительно относительно большинства, относительно правильных предков. И чтобы сейчас для нас понять, что есть традиция, что не есть традиция, ну как бы это страшно, банально не казалось, но часто большинство благостной исламской умы выносит общий критерий традиции. Мне кажется, я просто намекнул на ответ, да, и мне нет такого, ни духовного управления. Это не совсем правильно сказать, что традицию утверждает такого направления. Это не совсем праведливо. Традицию устанавливает тот или другой орган, или такой-то мэчлист, или такое духовное собрание. Нет. Наверное, все-таки нужно еще раз вернуться в понятие праведности и количественности в праведности наших предков. И каждый из себя избирает... И стихотеризма. И чтихат и и чма это... И чтихат и и чма. Как мы можем делать... Я все противоречу. Допустим, люди, которые считаются в Татарстане трупусловно алимом, решили, что это так. А я подумал и решил конформистов и приспособленцев не буду обрабатывать новое дело. Это мой личный персональный и чтихат. Ну, поэтому алим и Татарстан никогда не будут этим заниматься. Они никогда официального заключения по Новому году вам не... Я как условность это сказал. Вы немножко потрохите. Я понял, что вы пытаетесь троллить, поэтому я изначально сказал, я не алим, я не представитель Духовного управления и те вещи относительно Нового года касаются меня лично. Ну, это такая, возможно, вы скажете, трусливая позиция, но не имею прав, мне не дали таких научек. Вы упускаете истекрат как решение по разрешению противоречий между национальной традицией и канала государства. Еще раз, я не понял вопрос. Примерно. Ну, речь же шла о том, кто может, насколько я понимаю, а я для себя лично могу, или я должен следовать какому-то коллективному мнению какой-то группы. Дальше свои вопросы. Кто обозначил эту группу? Хорошо, давайте так, я лучше на вторую часть вашего предложения отвечу. Наверное, этот вопрос никакой я буду не имею ли я право сам себе решать, а вопрос должен звучать следующим образом. А затем следовать, затем не следовать. Давайте так, наверное, все-таки главным критерием следовать и не следовать является понятие АМН. АМН. То есть что такое АМН? Безопасность. И если я сейчас начну заявлять такие вещи, которые на примере в лабораторных условиях были исследованы, и я знаю, что они приведут к отсутствию АМН, то нельзя следовать своему разумному умозаблючению, потому что есть вероятность, что мои действия и мои заключения приведут к такому раскачиванию общества, что АМН превратится с Тауром. Понимаете? И тогда понятие за кем идти, за кем не идти. Вот послушайте следующее изречение пророка Лесарама. Я думаю, оно тоже очень вместо. Пророк Лесарам сказал В другом изречении он говорит То есть два этих изречения пророка Лесарама несут с тобой такой смысл единства и безопасности. Один из них переводится так молитесь за каждым грешникам и праведникам. Субханаллах. Если моим лидером является грешник, я тоже должен идти за ним. Конечно, если понятие единства и безопасности является идти за ним, как, например, Российская Федерация и сами сирийцы. Я в Сирии был несколько раз, сказали. Мы считаем, Башар Асан не лучший лидер. Мы считаем, что на его руках много крови, но они как-то интересно отвечают. Знаете, как сирийцы коренные отвечают? Это не какая-то информация с контакте или с лайфджорном. Это вечный контакт и беседа. Пять раз я был в Дамасске в течение всего конфликта. Они говорят, если даже у него руки в гранит, то нельзя их отмывать мочой. Поднять позиции рисунок. Вот. И поднять позиции, насколько он традиционен, насколько правильно за ним следует, нельзя рассматривать о его традиционности, о адатов. Нужно понимать общее понятие безопасности. В общем, проверяйте свой сичтихат с мнением компетентного кодекса. Я хочу сказать, что я лично персонально очень благодарен Рустаму Хазрату, который пошел на этот разговор. Я скажу, я открою одну небольшую тайну организаторов. Может быть, они не сами бы ее открыли, а мы бы не открыли. А может и не надо. Я как-то сдал. Сдал, и все. Пользуйся свои возможности здесь на сцене. На самом деле, изначально придумали вот эту вот схему из четырех диспутов. И была большая проблема. даже не в том, что нет людей, которые представляют традиционный ислам, а очень мало людей, которые готовы подставиться, потому что отношение к этому термину достаточно широко известно. Я благодарен Рустаму Хазрату за то, что он рискнул подставиться. Я благодарен ему за то, что он честно, вот счастлив, бился и очень достойно выглядел. Я не говорю, что он победил, я не говорю, что он переубедил, я не говорю, что он доказал свою состоятельность, но он честно бился и очень хорошо в этом бою славец, интеллектуально выглядел. Большое вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ